Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мой брат-повелитель вернулся Слава Аллаху Атике Вы идите У меня нет сил Я останусь с ней Хорошо Я скоро вернусь Атике Сестра моя, как ты? Повелитель Прошу вас Не верьте славам Атейхатун Вы же видели, она в печали У нее горе Она потеряла рассудок Она сама не понимала, что говорит Повелитель Наконец-то вы вернулись целым и невредимым Пусть все плохое останется позади Пойди Пойди Валиде Султан Тебе очень неприятно называть меня Валиде Султан Гюльбахар Ну что вы, как я посмею И правда, как ты посмеешь Кто ты такая, чтобы стать Валиде Султан? На что ты надеешься? Откуда в тебе такая дерзость? Простите, но я не понимаю значения этих ваших слов Что я вам такого сделала? Еще и спрашивает Украла мою печать Издала указ В итоге столицу поглотила пламя Зря вы так, Султанша Я не имею никакого отношения ни к пропаже печати И не к пожару Такого быть не может Это ложь Кто-то вам назвал мое имя? А кто мог назвать твое имя? Меня могли оклеветать Или у вас есть какие-то улики? Скажите, чтобы мне знать Улики? Посмотри в эти глаза Ты видишь то же, что и я, не так ли? Злость Гнев Ненависть А хуже всего страх Человек, так сильно боящийся всего, может сделать любую гадость Вы меня вините во всех смертных грехах Однако вы первые начали эту игру Ведь так? Много лет назад вы свергли с трона невинного султана Османа Что ты хочешь этим сказать? Разве не вы отдали приказ начать мятеж, чтобы казнить своего сына? Позже все вышло из-под контроля Бразды правления перешли в руки Халиме Султан И она умертвила султана Османа И воздвигла на престол Собственного сына, безумного падишаха Мустафу Но и их правление продлилось недолго Вы уничтожили всех И достигли власти Что значит достигла власть и уничтожив всех? Эта власть была предначертана мне судьбой И трон, и печать, они мое сердце Все, что я сделала до сегодняшнего дня, я сделала ради этого султаната Несчастная Вместо того, чтобы учиться на чужих ошибках Ты решила пойти по пути Халиме Султан? Эта дорога ведет в ад Вам бы тоже стоило взглянуть на миг в зеркало Чтобы увидеть это высокомерие в ваших глазах С вашего позволения, султанша Ты бесстрашно пошел в самое пекло Твоя храбрость у всех на устах Очевидно, что ты хочешь завоевать любовь и уважение людей А ты чего боишься, Хасым? Мне вот интересно Зачем ты рассказал повелителю, что видел меня с муфтием? Потому что ему полагается знать об этом А почему ты так обеспокоен? Разве вы обсуждали что-то тайное? Не старайся понапрасну, Хасым Моя преданность повелителю навечно Отлично Отлично Это меня только осчастливит Только мы все люди Всех нас может бес попутать Так было и будет всегда Надеюсь, что ты никогда не собьешься с пути верного, Байзет А если собьешься, то сразу окажешься на суде в покоях султана Мурата И поверь, тебе это совсем не понравится Совсем? Поверь мне Поверь мне Это сделала Гюльбахар Это она за всем этим стоит Она все отрицает, но я точно знаю Я с вами согласен, султанша Но пока у нас не будет явных улик Мы не сможем ничего доказать Субтитры создавал DimaTorzok Сыночек мой Ты вернулся Что с твоей рукой? Ничего страшного, Валиде Я так боялась, что с тобой что-то случится Поэтому послали за мной вдогонку Синану Пашу, не так ли? Так что с того, сынок Разве грех думать о твоей безопасности? Какой еще безопасности, Валиде? Ведь со мной рядом и так, мой брат-поверитель Не представляю, как он будет мне доверять после того, что сегодня произошло Что случилось? Одна Хатун преградила нам путь Сказала, что повелитель не защитил их Не залечил раны народа И хуже всего, что смотря ему прямо в глаза Крикнула, что трона достоин я, а не он А что сказал твой брат? Сделал что-то? Ничего Ничего не сделал это, Хатун Мы сразу вернулись во дворец По дороге обратно он и слова не проронил Не говорил со мной Не хорошо, что султан Мурат Такое услышал Только если Это мысли народа Ты-то в чем виноват? Я ни в чем А вот вы виноваты Может он все узнал? В курсе всего Валерия, послушайте Вы не будете ничего делать За спиной моего брата-повелителя Не будете ни с кем встречаться Включайся на напашу Безет Не время бояться и трястись Наоборот Мы поднимем головы И будем стойкими Если хоть раз опустим голову То нас мигом казнят Султанша Вам это пойдет на пользу Будет полегче Я ничего не хочу Оставьте меня в покое Выйдите Я о ней позабочусь Ты видела, Геверхан? Не стыдно ей еще спрашивать Как я себя чувствую? Столько времени мне лгала И все еще продолжает Тебе надо успоко... Тебе надо успокоиться А потом, что ты можешь сделать? Чем дальше ты пойдешь Тем больше будешь страдать сама Навредишь только себе Ты думаешь, меня это волнует, Фарья? Увидела их там И мой мир рухнул Что может быть хуже? Этот пожар напомнил мне Ту страшную зиму, Валиде Бессилие Страдания Люди, замерзшие на улице от голода Ту зиму Называли концом эпохи Покойного брата-повелителя Османа А это и есть мой конец Упаси Аллах Это не одно и то же Та зима была наказанием Аллаха Тот снегопад, которому не было конца Будто Всевышний пускал в нас стрела в виде снега Ведь начался этот снегопад в день Когда один брат казнил другого Ты такого греха не совершал В этот раз нет никакого предупреждения с небес Это пламя разожгли наши враги Вы что-то знаете? Кто-то снял слепок с моей печати И написал указ от моего имени И заживо сожгли людей в порту Ну а дальше ты знаешь Ясно, что нам объявили войну То, что за столько лет не смогли сделать неверно И смогли сделать свои же Сожгли нашу столицу Не только столицу Но и милосердие моё они сожгли ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Султанша Надеюсь, у вас всё в порядке Киман Кеш не отходит моего сына ни на шаг Защищаю его ото всех Особенно от самого себя Как прикажешься, Султанша? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я чуть с ума не сошла, волнуюсь за тебя Еле дожила до утра Пострадали лишь невинные Сотни людей не смогли выбраться из пламени И знайте, что хуже всего Наблюдать за этим безумием И не быть в силах Что-то сделать До того, как прибыть во дворец Я был не в себе До тех пор, пока не увидел вас Среди всех этих бед Лишь вы Ваш взгляд мне отдаёт надежду Напоминает мне, что я ещё жив Войди Это вы стали виной этому пожару, не так ли? Вы для этого захотели слепок печати Что это за подлость? Ещё и сделали меня соучастницей Успокойся, Аише Я не знаю, что тебе сказала Кюсэм Только вот я никак не связана с тем, что произошло Такое невозможно Кого вы обманываете? Перед вами не ребёнок? Думаете, что Кюсэм Султан оставит это просто так? Конечно, она узнает про вас Ты тоже и так не вина, Аише Сначала стала виной смерти ребёнка Фарьи Потом предала Кюсэм Твоё молчание на пользу нам всем Ты просто держи язык за зубами Остальное всё я сделаю сама Это была тяжёлая ночь Закрывая глаза, я снова оказываюсь посреди пламени Эта женщина до сих пор у меня перед глазами Её боль Её ненависть Её слёзы Про какую хатун ты говоришь? Она потеряла при пожаре всю семью Она преградила мне путь Ты нас не смог спасти Можно ли назвать падишахом того, кто не слышит крики Крики о помощи своего народа? Так и сказала Я всю ночь был там Было рядом со всеми Прямо в пекле Я жизнью рисковал Чтобы спасти их Только в ответ В ответ вот что услышал Вот что услышал Ты Ты их не слушай Утихнет горечь утраты Затянутся раны на сердце Город отстроят заново Мысли людей поменяются Главное, чтобы пламя пожара не задело душу твою Чтобы не испепелило то сердце Что я так люблю Возможно, мне стоит сгореть, Варья Как эта свеча? Может, надо сгореть и исчезнуть? У меня на родине говорят Человек сам кузнец своего счастья Вот ты Своими поступками построил свое настоящее Не только свое Но и настоящее для нас всех Если исчезнешь ты То мы все исчезнем Я Я верю, что ты все сможешь изменить И ты верь И не теряй надежды И не забывай, что я каждый миг с тобой рядом Я готова и жить И умереть с тобой вместе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как вы и говорили, что при первой беде люди сильно обозлятся КДЗД Фэнди Случилось так, как вы и говорили Вот результат Жаль Очень жаль За все ошибки в правлении в итоге ответили мы Выходите на площади Идите по улицам Неустанно повсюду рассказывайте о причинах такого горя Мы столько лет говорим, что если они не пойдут по верному пути То беды не избежать Особенно те, кто курит Те, кто позабыв путь домой Идут кабак Объясните им Ценности жизненные Призывайте на путь истинный Пусть оставят все эти Свои грешные деяния Те, у кого рассудок есть Слушают и внимают нашим речам А что делать с теми, у кого рассудка не осталось в Фэнди Они издеваются над нами Что они понимают в праведной жизни Эти грешники Всех грешников, лицемеров и даже неверных Надо привести к праведной жизни И в этой войне Все средства Допускаются, конечно Поэтому делайте все Все, что потребуется Султанша Это та самая женщина Что преградила путь повелителю Кёсэм Султан Пусть плохое останется в прошлом, Хатун Я слышала о том, что с тобой произошло Ты все потеряла Мы переживаем трудное время Трудные времена переживаем лишь мы, Султанша Вы же в своем дворце купаетесь в роскоши Ваши любимые рядом с вами Вы счастливы и спокойно живете Что врать до сегодняшнего дня Я думала, что вы будете лекарством от всех наших болезней Думала, что вы защитите нас от всех бед Только в этот раз Даже вы нас не спасли Не смогли Она не понимает, что несет Она разум свой потеряла Султанша Султанша О, Аллах Нет, забыли во дворце Что забыли, Хаджи, ага? Нет времени для вопросов, ага Нужно срочно найти сахар Или что-то сладкое Султанша Подойдет Подойдет Самые верные люди Кюсэм Султан мертвы Все имущество их конфисковано Особенно это касается членов духовенства Будут думать, что все было утеряно при пожаре Скоро все будут подчиняться Шахзаде Баязету Дай Аллах, Синан Паша Наши действия приносят плоды Только Вы чем-то огорчены, Султанша Баязет запретил мне с тобой видеться Если узнает, что я тут То будет очень зол А еще эта женщина Что, преградив путь Султана Мурату Скандировала имя моего сына Как бы это ни стало проблемой на наши головы Ведь то, что она говорила, крайне опасно Я знаю, Султанша Я тоже там был Слова этой Хатун Передались из уст в уста По всему городу Мы используем эту ситуацию в нашу пользу Султанша Как вы? Я в порядке Простите мне мою дерзость Но очевидно, что вы болеете Что с вами такое? Надеюсь, ничего серьезного? Эту болезнь называют диабет Бояться нечего Конечно, пока я слежу за здоровьем Конечно, снадобье найдут, Султанша Главный лекарь найдет непременно лекарство Лекарства нет Аллах послал болезнь Мы переживем это смиренно Я никому не рассказывала Мой сын-повелитель тоже не знает И ты, надеюсь, не расскажешь Султанша, конечно, я... Я сохраню ваш секрет Но ведь это болезнь Это же серьезно Почему же вы скрываете? Это посчитают за слабость, Киманкеш Мои враги могут использовать это против меня И я не хочу, чтобы мои друзья и семья из-за меня расстраивались Султанша Ваша главная слабость Ваши любимые Вы все храните в себе, только вы не печалите их Может, поэтому вы и заболели Я понимаю, это непросто Вы столько лет в одиночку защищали и оберегали любимых Только позвольте Теперь Им о вас позаботиться Как я могла влипнуть в такое дело? Может, было бы самым верным пойти и во всем сознаться Кюсэм Султан Пока не стало слишком поздно Султанша, не надо Погибли сотни людей Как вы все это объясните? Повелитель Они очень сильно испугались И я тоже Мы так за тебя волновались Как хорошо, что ты пришел Ты рядом со мной Да убережет их Аллах А ты, как Айше Не печалишься попусту, не так ли? Ты беременна Поэтому тебе надо быть внимательной к своему здоровью Как не печалиться? Мне было очень больно Но не переживай И я, и наш будущий ребенок в порядке А ты? Ты в порядке? Сегодня нет Сейчас нет Но все будет в порядке, Айше Ты будь сильной Я сделаю все для счастья и безопасности моих детей Того, что ты рядом Достаточно А в том, что ты во всем разберешься Я нисколько не сомневаюсь Спокойной ночи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Безет Повелитель Если позволите, у меня есть просьба Говори В свое время вы говорили о тех, кто хочет нас рассорить О тех, кто пытается встать между нами Так знаете, что я не слышу и не вижу их Между нами Очень прочный мост И кто бы ни пытался этот мост разрушить Лишь сам погибает Повелитель Да будет мне Аллах свидетелем Ведь я никогда вас не предам Я знаю, брат мой Хорошо, что пожар не затронул нашу таверну Иначе нам не сдобровать Пойдем скорее Благодарите Шерзадеба и Зета, ага Он успел как раз вовремя Да, только ты что-то часто стала повторять имя нашего Шерзадеба Ты послушай, ты не вздумай В погоне за глупостями Создать неприятностей Нашему Шерзадеба Поняла меня? Бесмилях Что это? Пойдем, скорее, скорее, скорее бежим отсюда Вы спрашивали, чего пожар? Так вот, из-за таких, как они Из-за их распущенности Из-за того, что они от веры отошли Стыд и срам Как будто мы силы людей к нам тащим А потом отвечать за свои грехи Каждый будет сам Вам-то что? Замолчи, Хатун, замолчи Посмотрите на эту бесстыдницу Язык длиную в метр Поймать их, да так отделать, чтобы у них мозги на место встали Уважаемые господа, стойте, стойте, стойте Не надо Послушайте, послушайте Я, я Ябин Амага Повар в главном дворце А это, это Хатун Дальняя родственница семьи Если с ней что-то случится И об этом узнает повелитель Я, в общем, предупредил Пусть молится на себя Бесстыдница Бессовестная Наказать их всех Калика, ты в порядке? Кажется, да Вставай Вставай, вставай скорей Нужно мазью помазать рано Чуть не погубила нас обоих Хатун Пошли Тихонько Тихонько Повелитель Как вы знаете, я лично хотел сопровождать груз в Боснию Только оказалось, что Не судьба Весь груз Поглазило пламя Пусть все плохое останется позади, повелитель С каждым днем мы находим все больше негативных последствий пожара Больше всего пострадали районы Джибали Капы Кадачишме 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 Сараджан и Сарагез В таком же положении Уничтожено 20 тысяч домов Тысячи людей остались без крова Мустафа Паша тоже погиб во время пожара Также очень много представителей духовенства Погибли во время бедствия Повелитель Имущество материальное можно возместить Даже Больше дать можно Только Потерю жизни не возместить К сожалению Царством Небесного Повелитель Пока вы с нами Мы справимся с любыми бедствиями Это не случайное бедствие Сначала я так думал Только нет Это не случайность Это подстроили предатели Немедленно все расследовать А именно Идите в порт Пожар начался оттуда Наверняка враги оставили какой-то след Множество людей был дан кровь в нашем входе, Султанша Конечно, на всех не хватило Множество людей все еще на улицах Знаю, Халиль Паша Я вчера видела это, проверяй все Дело плохо Что прикажете, Султанша? Сколько найдете пустых или сдаваемых помещений в столице Снимите и разместите там мужчин А женщин разместите в пустых домах и дворцах Вы хорошо придумали, Султанша Я немедленно займусь этим Хаджа, есть новости по поводу слепка печати? Мы всех опрашиваем, но пока результатов как таковых нет Султанша В столицу приехала Абаза Мехмед Паша Он сейчас у поверителя Сообщи ему, чтоб как освободиться шел ко мне Как прикажется, Султанша Ты же поняла, что делать, не так ли? Поняла, Султанша Тебя ждет трудная миссия Жаль, что Кюсэм Султан не оставила нам иного выхода Я буду счастлива отдать за вас жизнь Это честь, Султанша Наконец-то ты вышла из своих покоев Атике А? Твое молчание меня пугает Не ты, Фарья Пусть они боятся Чтобы у тебя не было на уме, забудь Атике Султанша Фарья Султан Я как раз к тебе шла Тебе лучше, я надеюсь Как видишь, Геверхан Я тоже хотела тебя увидеть, поговорить Конечно, давай поговорим Тут нельзя Я как раз хотела прогуляться Давай пойдем к мраморному дворцу Там спокойно и поговорим Я скажу тебе кое-что важное К мраморному? Да Хорошо Султанша Мехмед Паша Я не ждала тебя так рано Удивил, честно говоря Я должен был сопровождать ценный груз Вот и решил зайти так же и к вам Спросить Не нужно ли чего? Оказывается, вы меня вызывали Я по дороге сюда получил ваше письмо Хорошо получилось Мы в тебе тут нуждаемся Тем более в такое время Больше ты не уедешь Ты останешься в столице Я сделаю все, чтобы ты стал главным казначеем Ты будешь моей правой рукой на собрании дивана Я всегда готов вам служить, Султанша Вы счастливили своего подданного Султанша Повелитель знает, что Мехмед Паша очень вам предан Может не взять его в собрание дивана Я найду выход, Эстер У меня есть отличные идеи Самый короткий путь, чтобы Паша попал на собрание дивана Чтобы он стал вашим зятем Не сочтите за дерзость Но думаю, они Сгеверхан Султан Будут отличной парой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!